Сегодня мы с вами продолжим с помощью Всевышнего законы девяти дней. Я немножко уже начал эту серию уроков с того, что рассказал о законах трех недель, начиная с 17-го Томуза, и в частности законы самого поста 17-го Томуза. А теперь пора переходить к законам девяти дней, потому что, когда они уже наступят, будет поздно изучать эти законы. В ближайшую пятницу будет Рош Ходыш Аф. И я буду в основном следовать Шухонаруху и просто добавлять кое-что и объяснять то, что наиболее, так сказать, известные здесь идеи. Ну, многие уже знают, что в частности в Ашкиназе есть очень много хумрот, очень много строгостей в отношении всех этих законов, по сравнению с тем, что было во время Талмуда. То есть Талмуд не так строг, как многие из обычаев, которые мы увидим, есть в Ашкиназе. То есть то, что принято, начиная уже с первого числа Ава, очень многое запрещать. Большинство этих вещей по Талмуду не запрещены либо вообще, либо запрещены только в последний, так сказать, день перед девятым Авом, в последнюю трапезу, например, мясо и вино, подобные вещи. И некоторые из этих вещей запрещены всю неделю девятого Ава. В случае, когда девятая Ава падает на субботу, как в этом году, есть диспут. Что такое неделя девятого Ава? Если бы девятая Ава попала, скажем, на воскресенье, или, допустим, на вторник, или на четверг, это другие дни, на которые может падать девятая Ава, тогда неделя имеется в виду с воскресенья до самого девятого Ава. Если девятая Ава падает на воскресенье, это тогда только само это воскресенье. Если девятая Ава падает, скажем, на вторник, то это три дня, от воскресенья до вторника. И, наконец, максимум по Талмуду, да, получается, по халахе из Талмуда, максимум, те запреты, которые относятся в неделю девятого Ава, будут относиться максимум пять дней, если девятая Ава падает на четверг, с воскресенья по четверг. Ну, еще кое-что, какие-то строгости немножко относятся в день после девятого Ава или к кошки на зим до полудня, мы об этом позже поговорим, блин, Эбер. По крайней мере, все это к кошки на зим, как правило, имеет очень малое отношение, потому что у нас в большинстве законов мы приняли на себя, наши предки приняли на себя, все это соблюдать не в неделю девятого Ава, а с первого числа Ава. У сифардин же большинство этих законов сохранились как с времен Талмуда, то есть то, что запрещено в неделю девятого Ава, как правило, у них запрещено только в неделю девятого Ава. Но есть строгости у сифардин по сравнению с Талмудом, к примеру, Талмуд не запрещает есть мясо и пить вино, кроме последней трапезы перед девятым Ава, а у сифардин, во всяком случае, со второго дня, то есть с дня после Рошходыша, запрещено, а у шки на зим и сам Рошходыш тоже запрещено. Ну, конечно, к субботе эти запреты не относятся. Мы все это будем подробнее обсуждать позже, я просто хотел сказать, что у нас в этих законах очень много есть хумрот, но тем не менее, раз мы их приняли и они попали в Шухонар, Харемат для Ашкенадзима это привел, то Ашкенадзим не имеет права просто так от них отделаться. Единственное, может быть, исключение в каких-то ситуациях это не мыться, как мы позже поговорим, что в жарких странах не мыться девять дней практически, ну, кроме, может быть, ревшаббат в каких-то ситуациях, и то там очень слабые послабления. Если в действительности следовать тому, что делали когда-то наши предки, которые жили, во-первых, в более холодных странах, во-вторых, тогда был другой уровень гигиены, то это будет практически невозможно сегодня. И об этом мы поговорим позже, но большинство остальных законов, как мы приняли, так мы соблюдаем, как наши предки приняли, несмотря на их строгость. Сегодня я хотел поговорить о самом начале главы Тавкуф-Нун-Алэф, это 551-я глава, где основные здесь законы описаны. Сам 9-й ава мы будем обсуждать отдельно, уже, наверное, через неделю начнем уроки по этим законам, это будет из главы основной Тавкуф-Нун-Алэф, самая длинная там глава, которая обсуждает само 9-й ава. А вот эта глава Тавкуф-Нун-Алэф обсуждает в основном строгости этих дней, и в частности 9 дней в основном для Ашкин-Азим. И самое первое, что он пишет, это общий принцип, это, по-моему, самое важное. Многие люди, они путают между главным и второстепенным, у них получается, что все второстепенное сделано, а главного нету. Уже известны слова Рабихайма из выложено, что так и в отношении тшувы часто, что простой люд, бывает, что постятся, бьют себя в грудь, делают как бы все, что нужно в отношении тшувы, кроме самого главного, а именно самой тшувы. То есть, сама тшува и стора это что? Захотеть больше не делать и раскаяться от того, что сделал, да, пожалеть, что сделал, чтобы задним числом, в каком-то смысле Всевышний, по-своему оседу, дал возможность задним числом искоренить грех. Поэтому, если человек уже совершил грех в каких-то ситуациях, тшува может помочь, чтобы исправить то, что уже произошло задним числом, ретроактивно. И для этого нужно по-настоящему пожалеть и решить никогда больше этого не делать. Вот и вся тшува. А уже разные строгости, какие-то там посты, например, или какие-то другие на себя строгости взять, это в дополнение к тшуве хорошо работает, но не вместо тшувы. И даже признание греха, которое, в общем-то, и стора, и сама тора упоминает, что когда люди делают шува, они должны признать грех, но все равно длинные вот эти, виду им, да, основное признание греха, оно простое. Хатати авидипашати, только нужно иметь в виду то, что говоришь, да, действительно верить в то, что ты говоришь, и действительно жалеть и не хотеть больше этого делать. Так вот, так же, как с шувой, я бы сказал, то же самое можно привести по отношению к законам разных скорбей. Будь то индивидуал, у которого хасвишал муми родственник, и он скорбит. И будь то девять дней, когда весь еврейский народ скорбит по разрушению храма. Я, например, бывал у людей, которые должны быть, теоретически, должны скорбить по умершему родственнику, допустим, человек отец умер, или сестра даже умерла, и пожилые уже люди, не такие молодые, но, во всяком случае, казалось бы, придешь и увидишь человека, который действительно скорбит. А ты приходишь, они там рассказывают какие-то чуть ли не шутки, во всяком случае, разные новости хотят услышать, и такое впечатление, что они вообще не скорбящие. То есть, они все делают, что положено в отношении всех остальных деталей закона, то есть, сидят на полу, там, или на низком очень стуле, да, не выходят из дома, не моются. Все делают, как Авель должен делать, как скорбящий делает. Кроме самого главного, а именно самой скорби. Где скорбь? Также вот я бы сказал насчет этих девяти дней, что в первую очередь, самое главное, что действительно период нашей скорби по храму. Поэтому, если человек, например, будет пытаться обойти главный закон, так что он все детали, буквы закона все делает, вроде как положено, но при этом он в эти времена подшучивает, в хорошем настроении все время, старается на это время тоже придумать, как ему развлекаться, то вроде это не подходящее время провождения девяти дней. Кроме того, эти времена еще считаются для нас самих каждый год, так как наш еврейский календарь, как бы мы циклы еврейского календаря, когда мы просто попадаем снова в это время, мы как бы снова проходим через это в какой-то степени. Поэтому так же, как вот, например, Сверета Омер каждый раз, каждый раз мы ждем дарования Торы, Швот и подобное. Так же и здесь, что в это время, так как это время для нас было плохим, самое грустное время, и столько несчастья произошло девятого ава или близко к девятому аву в разные времена, столько невероятно, сколько в течение истории плохого произошло и для нашего народа, и даже для всего общества в целом, как, например, Первая мировая война. И поэтому нужно особенно быть осторожным, чтобы не рисковать зря, да, не попадать в ситуацию, когда может хас вишалом, да, так как время плохое, то лучше стараться особенно, да, не в эти времена, не ездить в разные путешествия, да, или там еще что-то делать, что может привести к риску. Там вот, говорит, например, если у человека время суда с каким-то неевреем, да, его вызвали в суд, то если можно как-то это отодвинуть на после, то следует так сделать. Это вот то, что здесь Шухонарх приводит, значит, первое, что приводит Шухонарх, что после того, как начинается ав, мишених нас ав, мы уменьшаем радость, и если у еврея есть суд, он вызван в суд на нееврею, истцу нееврея, то, значит, нужно постараться как-то передвинуть это, да, если есть возможность, если это отодвинуть на другое время, то следует так сделать. Вот это очень важно, на мой взгляд, что главный принцип этих девяти дней постараться, да, вот, например, Резаль приводит такую идею, вы знаете, что есть по Кабале идея, в полночь читать Тикун Хацот, это четвертая молитва, кроме трех, которые для нас обязательны, в таком случае для мужчин, да, Шахарид Минхай Арвид, есть еще четвертая Тикун Хацот, из прямой полуночи. Так вот, Резаль, он говорил, что в эти три недели следует даже Тикун Хацот делать днем тоже в полдень. Я не знаю, много ли людей это делают, но я знаю, есть некоторые синагоги, там, где я живу, в Бруклине, где устраивают общий Тикун Хацот, вот как раз порядка полудня. Конечно, это не обязательно делать в синагоге Тикун Хацот, так же, как ночью делают человек, обычно те, кто делают Тикун Хацот, делают его дома, в большинстве своем, так же можно и самому сделать Тикун Хацот дневной. Ну, во всяком случае, идея, что это время, мы должны помнить в особенности в эти времена о разрушении храма и стараться, во-первых, не подвергать себя лишней опасности, и без того не следует, конечно, попадать в опасность, но вот в особенности в эти дни нужно быть очень осторожным. И второе, не устраивать никаких веселей, которые можно обойти. Есть какие-то мягкости, есть какие-то разрушения, есть какие-то ситуации, когда бывает, бывает, ну, в частности, если на эти дни падает какая-то радость, ну, что тогда делать? Не радоваться, что ли? Например, если у человека родился ребенок, ему нужно его обрезать, или у него время выкупа первенца, так, конечно, эти митцвы делаются даже в 9 дней, и, соответственно, тогда есть определенные мягкости, и даже едят мясо и так далее. Это все будем обсуждать, блин, это, может быть, какие-то из этих законов. Либо, во всяком случае, если у человека такая ситуация возникла, то он спросит у Равина, что можно, что нельзя. Но мы говорим, вот специально, когда люди себя развлекают в эти дни и ведут себя, как будто ничего не произошло, это неправильно, потому что эти дни для нас грустные, и вот нужно попытаться, во всяком случае, чтобы основное у человека было настроение такое, что он помнит в эти дни, да, что это, во всяком случае, необычные дни. Конечно, это все не относится к службе Всевышнего. Служить Всевышнему всегда нужно в радости, в сердце, как говорится, то есть человек не должен с кислой миной, так сказать, делать заповеди из-за того, что это 9 дней. Да, все, что связано с митцвами, это всегда делается с радостью, это большая митцва. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.